Теперь я читаю пятьдесят четвертую главу книги пророка Исайи. Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постожена, не смущайся, ибо не будешь в поругании, ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь больше вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его и искупитель твой, святой Израилев, Богом всей земли назовется он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которой была отвержена, говорит Бог твой, На малое время я оставил тебя, но с великою милостью воспряму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит искупитель твой Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут болей на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемая бурею безутешная, вот я положу камни твои на рубине, и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружался против тебя, падет. Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудия для своего дела, и я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь.